Физические явления Физические явления Физические явления И наоборот Опыты, проделанные Вне спиритизма В цели доказать возможность Внетелесного действия Посредством явлений физического Немногочисленны Мистер Уэлд Жвуд свидетельствует в следующих словах Об опыте подобного рода Произведенном миссис Де Морган Женой покойного Профессора Де Моргана И автором книги От материи к духу Что при известных условиях Внетелесная сила духа Способна вызывать физические действия Это может быть доказано Примером О котором я неоднократно слышал От миссис Де Морган У нее лечилась Магнетизмом больная девочка У которой Проявилась способность К ясновидению Она иногда проверяла Эту способность тем Что посылала ее Во время сомнамбулического сна В различные места Посмотреть и рассказать Что там делается Однажды она пожелала Чтобы девочка пошла К себе домой Хорошо Ответила она Вот я пришла И сильно ударила В ее дверь Когда на другой день Миссис Де Морган Водила справку о том Что там в данную минуту делалось Ей на это ответили И тут же хозяйка прибавила Какие-то озорники Сильно стукнув В дверь удрали Вот что мы находим У профессора Перти Об известной Ясновидящей Из Приворста Госпожа Гауфа Могла заявлять Себя Своим знакомым Ночью Посредством стуков Которые раздавались Как бы в воздухе Хотя глухо Но совершенно явственно Однажды Когда она ночью Постучала У Кернера Врач Специально ей Занимавшись И издавший Ее биографию О чем он Ей ничего не говорил Она на другой день Спросила его Не надо ли Постучать Опять Подобные же случаи Встречаются И вне Спиритизма И вне Миссиризма Вот что мы Находим Та же у Перти Швейцарист Студент В Базеле Так часто Посещала Одно из Тамошних Семейств Что приход Его узнавали По звонку Позднее Будучи в Берлине И захворав Корию Он с тоской Вспоминал О своих Базельских Друзьях А в их доме В это самое время Услыхали Его звонок Так что Все подивились Его возвращению Когда же Отперли дверь То никого Не оказалось Этот случай Послужил поводом К тому Что студенте Знавели Справки В Берлине Вот пример Стуков Произведенных Вдали Больной Которая Спала И видела Во сне Что она Стучит Гаррисон Заимствует Его из Сочинений Генри Спайерса У мисс Лаурисон Проживающая В Лондоне Есть сестра Живущая В Соулсамптоне Однажды Когда в последнее В полуденное Время Сидела у себя В комнате За работой Послышались Три легких Стука В дверь Войдите Сказала она Но никто Не появлялся При повторившихся Стуках Она встала И отворила Дверь Опять Никого Не оказалось Как раз В то время Когда Раздались Стуки Болезнь Миссис Лаурисон Достигла Кризиса И она Впала В бессознательное Состояние Привя в себя Больная Рассказала Что находясь Под влиянием Сильного желания Видеть сестру Перед своей Смертью Она Увидала Во сне Что отправилась В Соулсамптон И постучала В дверь Сестерной Комнаты Что При вторичном Ее стуке Сестра Показалась В дверях Но Невозможность Подойти К ней Так Взволновала Больную Что она Пришла В себя Здесь же Можно Упомянуть Про стуки Приписываемые Лицом Умирающим Вдали От своих Родственников Или Друзей Так Как Стуки Эти Совпадали С последними Минутами Их Жизни Так Боссуэл Проживая В Эдинбурге Трижды Был разбужен Ночью С сильными Стуками В наружную Дверь Вставши Посмотреть Он никого Не увидал Позднее Он получил Известие О смерти Брата В Калькутте И было Дознано Что эти Стуки Раздавались Именно В тот Час Когда Брат Его Был Опасно Ранен Профессор Перти Цитирует Многочисленные Факты Этого Рода В Выше Упомянутом Сочинении Своем В Сочинении Современной Спиритизмы Он цитирует По Даумеру Случай Где Умирающий Дед Находящемуся У его Постели Дочь Свою Посылает За ее Сыном Чтобы Тот За него Помолился Так Как Сам Он Нужен Сделать Этого Несостояние И В то же Сам Время Сам Духом Переносится К внуку Сильно Стучит В его Дверь Называет Его По Имени И зовет К себе Вследствие Чего Тот Одевается И На Лестнице Встречает Мать Шедшую За ним Оба Спешат К деду Который Встречает Внука С улыбкой Просит Его Молиться За него И Через Два Часа Тихо Умирает Можно Возразить Что Факты Подобного Рода Не Более Как Галлюцинация Слуха И Ощущения Может Быть Но Во всяком Случае Это будут Галлюцинации Телепатические То есть Вызванные Психическим И Внетелесным Действием Находящегося На расстоянии Агента А в этом Вся Суть Но Когда Имеешь Под рукой Медиумические Факты Нельзя Утверждать Положительное Отсутствие Всякого Физического Действия В подобного Рода Явлениях Есть Основания Предполагать Что Часть Явлений В так Называемых Непокойных Домах Могла Быть Отнесена К этой Рубрике Это Могло Послужить Предметом Очень Интересного Исследования Насколько Мне Помнится Оно Еще Ни разу Не Было Предпринято С этой Точки Зрения Так В известном Сочинении Гереса Мистика Мы Читаем Что По признанию Нищего Посаженного В тюрьму А это Он Производил В Тедворсе В доме Мон Писана Весь Тот Гвалт И беспорядок Который Так Обстоятельно Описан И Глан Вильям В его Известном Сочинении Следующего Случа Этот И Сделался Классическим Аксаков Анимизм И Сперитизм Часть 2 Санкт-Петербург 1893 Год Страница 601 Глава 18 Способность Человеческого Духа Влиять На свое Тело Производя В нем Те Или Другие Изменения Рассказа О силе Влияния Сознания Особого Воображения На ощущения И непроизвольное Мышление Наиболее простой Пример Анестезии То есть Нечувствительности К боли Обусловленный Известным Состоянием Духа Это когда Внимание Настолько Сильно Сосредоточено В известном Направлении Что болезненные Раздражения Причиняемые Телу Остаются Незамеченными Раз нам Пришлось Заставить Себя Выдернуть Зуб Мы просили Донтиста Дать нам Для усыпления Закиси Азота Но Вследствие Непредвиденной Случайности Донтист Не мог Прибегнуть К этому Средству Извлечение Зуба Тем не менее Состоялось Причем Мы достигли Того Что почти Не чувствовали Никакой Боли Стараясь Представить Себе Смешные Вещи Постоянно Повторяя Самим Себе Как это Приятно Как это Приятно В январе 1883 Года Была Молодая Девушка Признанная Госпитальным Врачом Субъектом Очень удобным Для гипнотического Воздействия Во время Ее Усыпления Мы наблюдали Что все Частье Ее тела Попеременно Становились Чувствительными Или Нечувствительными Смотря По тому Какие Идеи Ей Внушались Ей Укололи Руку Булавкой Сначала Она Ничем Не Обнаружила Чувство Боли Мы Внушили Ей Мысль Что Укол Был Болезнен И Непосредственно Затем Она Обнаружила Обычные Признаки Страдания Напротив Как только Мы Внушили Ей Что Наша Операция Безвредна Она Тот Ча Делалась Нечувствительной Уколом Опыт Повторялся Несколько Раз Пробудившись Молодая Девушка Не Сохранила Никакого Воспоминания О происходившем Обязанность Вот Хаоса Брайана Которого Анестезировать Больных И Имеющий Столь Большую Опытность В этом Деле Любезно Сообщил Нам Замечательный Случай Психической Или Воображаемой Анестезии Вот Один Из Этих Случаев В 1862 Году Рассказывает Он Меня Позвали Хлороформировать Одну Молодую Девушку Очень Нервную Глубоко Истеричную Которой Нужно Было Удалить Две Опухоли С волосистой Части Головы Уже По приходе В операционный Зал Заметили Что Пузырек С хлороформом Был отправлен Обратно В аптеку Я Смотрел Ингалятор Которым В то время Имел Обыкновение Пользоваться Он Оказался Пустым И от него Даже не пахло Хлороформом Я Пасал Отыскать Хлороформ А тем временем Чтобы приучить Молодую Девушку К маске Аппарата Положил Ее К ней На лицо То Сейчас же Она Стала Дышать Через Нее Спустя Полминуты Она Произнесла Я Чувствую Как Я Умираю Пузырек С хлороформом Еще Не Приносили Больной Предложили Дышать Потише Но В тот же Момент Ее Рука Остававшаяся Скрещенной На груди Соскользнула На сторону Так как Она Ее Снова Не Подняла Мне Пришла В голову Мысль Слегка Ущипнуть В ней Руку Чтобы Видеть Какую Степень Боли Позволила Ей Переносить Ее Истерическое Состояние К слабому Ущиплению Она Осталась Равнодушной Я Ущипнул Настолько Сильно Насколько Мог К великому Моему Изумлению Она Оказалось Совсем Ничего Не Чувствовала Эта Случайность Представилась Мне Благоприятной Я Попросил Хирурга Начинать Он Сделал Разрез По Одной Из Опухолей И Так как Киста Не Имела Сращений Вылущил Ее С С этого Момента Я Воображение Молодой Девушки Я Сказал Хирургу Прежде чем Он Приступил К удалению Второй Опухоли Подождите Минутку Она Как будто Приходит В себя Точность Дыхания Совершенно Спокойно До того Времени Изменила Свой Характер И Сделалась Столь Же Скорым Как И при Первом Прикладывании Ингалятора Молодая Девушка Принялась Шевелить Руками Я Снова Приложил Аппарат Дыхание Опять Точно Успокоилось Вторая Операция Окончилась Без малейшего Движения Сосарной Больной В то Время Как Обмывали Рану И Накладывали Повязку Я Спросил У нее Чувствовала Ли Она Что Нибудь Нет Сказала Она Я Не знаю Что Было По Выходе Из Госпиталя Она Крепко Верила В силу Того Анестезирующего Средства Которое Ей Было Назначено Кто Изучал Историю Различных Анестезических Средств Должен Признать Что Возможность Без боли Производить Тяжелые Обыкновенные Операции Или Специально Повергать Больного В искусственный Глубокий Сон Или Просто Делая Его Нечувствительным Чувственным Впечатлением Находящимся В связи С известной Идеей Или С известным Рядом Идей Профессор Григорий Сообщает Один из случаев Нередких В настоящее Время Где Посредством Внушения Субъект Испытывает Самое Разнообразное Ощущение Делает Нечувствителя Одну Руку Обе Руки Все Тело Внушает Субъекту Что Он Дотрагивается До Очень Горячего Ножа Что Место На котором Он Сидел Так же Горячо Он Поднимается Ему Внушает Что Самый Пол Так же Горяч Так что Он Был Вынужден Прыгать Стремился Снять Свою Обувь Находя Что Она Горит Его Заставляли Соглашаться Что Температурная Комната Была Необыкновенно Высокая И Он Дышал Соответственно Этой Высокой Температуре Потом Ему Внушали Что Она Низка Тот Час Он Застегивался Принимался Ходить И Потирать Руки На Протяжении Каких Пяти Минут Руки У него Действительно Холодели Как На Холоде Рассказывает Об одном Молодом Человеке Который Насмотревшись На Больного Страдавшего Плевритом В то Время Как Ему Дали Кровопускание Из Руки Два Часа Спустя После Этой Операции Сам Ощущал Живую Боль В руке Вместе Соответствовавшему Уколу И Около Двух Дней Страдал От Нее Это Замечательный Пример Из Категории Невралгии Причиняемых Влиянием Мозгового Возбуждения На Чувствительные Нервы В этом И последующем Факте Невозможно В точности Отграничить Участие Эмоций Сообщает Что Один Студент Юрист Присутствия В первый Раз В своей Жизни Перихирургической Операции Состоявшей В удалении Небольшой Опухоли Уха Сам Почувствовал В этот момент В своем Ухе Столь Живую Боль Что Невольно Занес К нему Руку И Начал Кричать Свидетель Свидетель Эмоций Существует Значительное Количество Случаев В которых Физическое Действие Происходит Согласно Закону Выражающемуся Следующих Основных Данных Если Известное Представление Возникающее В настоящий Момент В уме Уже Ранее Возникало В сопутствии Особенного Ощущения То Повторение Этого Представления Снова Вызовет То же Самое Ощущение Пока Последний Не укрепится Настолько Чтобы Образовать Прочную Связь С первым Рассказывает Что Он Будучи Ребенком Имел Слабое Зрение Так что Нужно Было Носить Очки Давление Производимое Ими Было для него Столь Несносным Что Он должен Был Перестать Пользоваться Ими 20 лет Спустя Он не мог Видеть Кого Нибудь В очках Без того Чтобы Снова Не испытать Ощущения Столь Неприятного Ему В детстве Кларк Рассказал Нам Что Он Сильно Обжегся Горячим Маслом И что После Этого Случа Которому Уже Несколько Лет Минуло Он Не мог Слышать Запаха Горячего Масла Не Испытывая При этом Тошноты Легкий Ожог Головы Причиненный Ему Парам Ефира Вызвал У него По ассоциации Идей Такое же Но только Более Слабое Ощущение Сознание Производит На сердце И гладкие Мышцы То же самое Влияние Как и на Произвольные Или полосатые Мышцы Оно Вызывает Здесь Правильные Движения Спазмы Или Параличи Недавно Переводчику Цитируемого Сочинения Пришлось Делать Довольно Курьезное Наблюдение Над самим Собой Изучая Различные Виды Расстройства Походки У нервных Больных Он Начал Замечать Что Временами Его Самого Вдруг Наступает Расстройство Походки Является Какое-то Странное Пошатывание И Неуверенность В ногах При движении И стоянии Первое время Он было задумывался Над значением Подобных Припадков Но с тех пор Как уяснил себе Их чисто Психическое Происхождение Они более Его не Беспокоят Если Мысль Направлена На сердце Она Вообще Нарушает Правильность Его Отправлений Правда Эмотивное Состояние Имеет Более Значительное И Непосредственное Влияние Тем не менее Достаточно Обратить Внимание На биение Сердца Чтобы вызвать Обыкновенно Легкое А иногда Мучительное Возбуждение Вот почему Медицинские Студенты Которым приходится При их занятиях Думать о сердце Часто Страдают Нарушением Деятельности Этого Органа Обыкновенно Говорят Что Врачи Часто Умирают От тех Самых Болезней Изучение Которых Они Специально Себя Посвятили Существует Много Интересных Наблюдений Относительно Нарушений Сердечной Функции Причиняемых Известным Состоянием Духа Но Нелегко Отделить Здесь Интеллектуальное Влияние От Эмотивного Пусть Например Известное Лицо Подвергается Операции Мнимого Кровопускания И пусть Вследствие Убеждения Что Она Упадет В обморок Обморок Действительно Случится Можно Еще Задать Вопрос В какой Степени Страх Был Тому Причиной Один Медицинский Студент В Париже Которому Пришлось Иметь Дело С Обрядовыми Таинствами Масонской Ложи Был Подвергнут Операция Которая Только Что Шла Речь Ему Завязали Глаза Перевязали Руку Сделали Обычные Приготовления К Кровопусканию Ему Мнимым Образом Открыли Вену Заставляя Течь Срую Воды В чашку Отчего Происходил Звук Похожий На течение Крови Которого Ожидал Студент В результате Было То Что Через Несколько Минут Он Побледнел И Точно Упал В Обморок Сообщающий Этот Факт Не Говорит Удалось Ли Ему Отыскать В Какой Пропорции Обморок Был Назначаем В Качестве Испытания При Поступлении В Тайное Общество Рассказывает Что Одному Человеку Присудили До Тех Пор Делать Кровопускание Пока Не Последует Смерть Таким Образом Ему Завязали Глаза Сделали Вид Что Производят Операции И Заставили Течь Воду Ему На Руку Чтобы Произвести На Него Впечатление Кровотечения Думая Что Он Вот Вот Умрет Этот Человек Умер На Самом Деле Воображение Привело К тому Же Результату Как И Сама Действительность Но Невозможно Сказать Насколько Здесь Участвовал Страх Без Сомнений Участие Последнее Было Велико Как Это Было С Тем Человеком Которому Отменили Казнь В момент Когда Он Положил Голову На Роковую Плаху Помилование Пришло Слишком Поздно Ожидание Близкой Смерти Остановило Деятельность Сердца Предсказания Влекущей За собой Смерть Принадлежат К той же Категории Фактов Где Страх Играет Большую Роль Тем Не Менее Кажется Что В Некоторых Случаах Действие Зависит От Идеи Сильно Запечатлевшейся В Уме Без Примеси Страха Нельзя Сказать Следовательно До Какой Степени Остановка Сердца Служит Причиной Смерти Хотя Это Кажется Наиболее Обыкновенным Функция Дыхания Находится В Такой Тесной Связи С Функцией Сердца Что Мы Вправе Исследовать Здесь Влияние Оказываемое Сознанием На Первую Из Них Хотя Б В Деятельность Этой Функции Участвовали Произвольные Или Лучше Сказать Полупроизвольные Мышцы Доктор Вэр Митчелл Сообщил Замечательные Факты Дыхательного Спазма Крупозного Характера Наблюдавшиеся В Восьмидесятом Году Болели Дети В Приходском Приюте Припадки У них Происходили От Подражательности Друг Другу У Одного Десятилетнего Ребенка Появились Все Признаки Крупа У Него Было Затрудненное Прерывистое Дыхание Афония В Горле Жестокое Сжатие Когда Спазматический Припадок Проходил Достаточно Было Приближение Служителя С лекарством Или Визита Директора В больницу Чтобы Вызвать Его Снова Шестеро Или Семеро Других Детей Страдали Точно Таким Же Образом Они Быстро Поправились Как Только Их Рассеяли По Разным Госпиталям Болезненная Подражательность В данном Случае Вполне Очевидна Сэр Холлан Говорит Что Не без Оснований Считают Будто Внимание Иной Раз Усиливает Кровотечение Например Простое Носовое Кровотечение Нелегко Определить Происходит Ли Это От Возбуждения Движений Сердца Или От Непосредственного Влияния Внимания На Кровоточащие Сосуды Сосредоточение Внимания Кроме того Часто Заставляет Замечать Местные Ощущения Происходящие От Артериальных Пульсаций Которые До того Времени Не ощущались Он Производит Или Усиливает Шум Жужжание В ушах Что Без Сомнений Зависит От Капиллярного Кровообращения Здесь Уместно Повести Речь О Стигматах Наблюдаемых У некоторых Субъектов Это Замечательное Явление Когда Данно натуральным И невызванным Механическим Раздражением Приписывается Некоторыми Авторами Влиянию Сознание На капиллярное Кровообращение Посредством Сосудодвигательных Нервов Мы В особенности Остановимся На факте Которым В недавнее Время Много Занимались Это Луиза Лото Стигматизованная Из Буад Хэн Бельгия Молодая Девушка Имевшая 24 года Во время Когда У нее Появились Внешние Знаки О которых Здесь идет Речь Бельгийская Королевская Медицинская Академия Назначила Комиссию Предоставляя Решить Может ли Появиться В изданиях Академии Мемуар Озаглавленный Для Малэд Де Мистик Комиссия Составленная Из Фуассон Не принимавшего Никакого Участия В ее Работах Маскарта И Варламонта Пришла К заключению Что для Составления Удовлетворительного Мнения Необходимо Непосредственно Исследовать Луизу Лото Она Производила Свои Исследования В течение Пяти Месяцев И ее Отчет Представляет Наилучшее Ручательство Которое Мы только Можем Иметь О действительности Подобных Фактов Подняты Благоговения Она Имела К страданиям На Голгофе Задолго Перед первой Своей Исповеди На которой Она Была Одиннадцати Лет Она Умела Рассуждать О великих Таинствах Хотя Никто Не учил Ее Этому Совсем Маленькая Она Любила Повторять Сладчайшие Имена Иисуса И Марии Она С большим Благоговением Относилась К страданиям Спасителя Часто Бывала На крестных Ходах Усердно Посещала Обедни И уже Давно Молилась По четкам Ночью 15 апреля 1868 Года Она Впала В экстатическое Состояние Не переставая Произносить Благочестивые Слова Она Видела Пресвятую Деву И многих Святых Такое Состояние Продолжалось До 21 Вот тут То Показались Стигматы Кровь Текла Из левого Бока В пятницу 24 Она Текла Из того Же Бока Равно Как Из ног В следующую Пятницу На следующей Неделе То же Самое Сделалось С ладонями Наконец Каждую Пятницу Эти Явления Продолжали Повторяться До 25 Сентября Время В которое В первый раз Кровь показалась Так же И на лбу Припадки Как их Сначала Продолжались От 7 До 8 Часов Но Ко времени Занятий Комиссии Они Продолжались Только По 2 С Полвины Часа Все Во время Припадка Луиза Лото Делалась Нечувствительной К внешним Возбуждением Казалось Что она Присутствует При событии На Голгофе Она Принимала Знаменательные Позы И тем Пробуждала Эмоции От которых Страдала Ее душа Отчет Комиссии Появился 18 сентября 1874 Года Варламод Первым Делом Осторожно Удалил Засохшую Кровь На лбу И Исследовал В лупу Кожу Он Не открыл Никаких Царапин Он Увидел Только Несколько Темных Точек Казавшихся Частицами Свернувшейся Крови Кожа После того Как ее Обмыли Была чистой И светлой Всю остальную Часть дня На руках Кровавые Пятна Но кровь Текла В то время Постоянно Так что Трудно было Видеть Дно Ранных При Исследовании В лупу Кожные Сосочки Оказались Красными Вздутыми Похожими На мясистые Прыщи Ноги Не были Исследованы Столь же Старательно Бок Вовсе Не был Исследован На правом Плече Была Рана Представляющая Несколько Капель Сыворотки Слегка Окрашенной Кровью Пришел Священник С причастием Луиза Лото С закрытыми Глазами Преклоняется На каменном Полу Скрещивает Руки Над которыми Протягивает Покрывало С этого С этого С этого Момента Она Впала В экстатическую Фазу Гипноза Неподвижная С закрытыми Глазами Она Походила На мраморную Статую Развину Веки Нашли Зрачки Широко Расширенными Неподвижными Нечувствительными К свету Начиная Дотрагиваться Вокруг Ран Эти части Которые До того Времени Были Чувствительные И болезненные Ничем Не указывали Теперь На боль Ущипывание Кожи Не давало Никаких Признаков Ощущения На самом деле Повсюду Была Полная Анестезия За исключением Роговицы Оставшейся Стрека Чувствительной Пусть Вначале Дававший Сто двадцать Ударов Падал До ста Когда Луиза Лото Пришла В сознание Казалось Что она Выходит Из состояния Глубокого Сна Кровь Продолжала Сочиться Из ран Чувствительность Постепенно Возвращалась Пульс Поднялся До ста Двадцати Мышечное Чувство Функционировало Неправильно Луиза Лото Не могла Не глядя Определять Положение В котором Приводились Ее члены Она Впадала В экстаз В заранее Известный Момент Часа два Спустя После полудня До этого Момента Зрачки У нее Были слегка Сокращены Веки Почти Закрыты Глаза Были Без выражения Но Когда Экстатическое Состояние Начиналось Глаза Открытые Задумчивые Устанавливались Неподвижно Вверх И вправо Зрачки Расширялись И были почти Нечувствительны К свету В течение Двух часов Луиза Лото Оставалась Чуждой Происходившим Вокруг Нее Это первый Период Второй Состоял В коленопреклонении Причем Она складывала Руки И оставалась В течение Известного Времени В состоянии Созерцания В третий Период Она простиралась По земле Без признаков Оцепенелого Состояния Мышц По истечении Минут Она делала Быстрое Движение Протягивала Руки В форме Креста Оставаясь В этом положении В продолжении Полтора часа Во время Экстаза Обильный Поток Крови Вытекал Из стигмат Кожа Оставалась Нечувствительной Пульс Падал До 70 В третьем Периоде И был Едва Ощутим Дыхание Становилось Очень медленным А дыхательный Шум Слабым Кричет Присутствовал При одном Из исследований Комиссии И его сын Говорил нам Что он был Убежден В подлинности Явления Варламонт Построил аппарат В который Он заключал Правую руку Стигматизированной Оставляя ее В таком Положении В течение 20 часов Перед появлением Раны Кажется Он принял Все меры Чтобы воспрепятствовать Луизе Лото Касаться Своих Рук Он Также Очень Коротко Обрезал Ей Ногти Тем не Тем не Менее Геморрагия Имела Место Кровь Была Исследована Под микроскопом По заключению Комиссии Что касается Экстаза И стигмат Всякая Мысль Варламонт В письме Недавно Написанном К нам Говорит Что он Не видит Никакого Основания Изменять Своего Мнения Таким Образом Вначале Прошел Долгий Подготовительный Период В котором Молодая Нервная Истерическая Девушка Сосредотачивала Постоянно Свой ум На одной Группе Представления Определенным Образом Относившихся К известным Точкам Тела За этой Локализованной Концентрацией Мысли Последовали Сосудодвигательные Расстройства С приливами К тем частям Которым Всего Сильнее Устремлялась Мысль Под конец Не только Могла Произойти Пассивная Транссудация Крови Но еще И причиненное Этим Раздражение Неизбежно Должно Было Вызвать Красноту Кожи И сильно Благоприятствовать Наклонности К кровотечению Кроме Того Экстатическое Состояние Должно Было Действовать Усиление Прилива Крови Пораженным Частям Не только Вследствие Особенности Кровообращения У Загипнотизированных Как это Показал Брайт Но также Вследствие Ассоциации Идей Установившиеся В уме Луизы Лото Между этим Состоянием И стигматами Периодическое Появление Стигмата Рационально Объясняется Тем обстоятельством Что между Известными Днями Недели И определенными Представлениями Установилось Нечто Вроде Ассоциации Так что Каждую Неделю Мысли И чувства Принимали Одно И то же Направление Квиан Сообщил Что Вест Мистерском Медицинском Обществе Следующий Факт Поразительным Образом Доказывающий Влияние Невольного Внимания Один Господин Бывший Свидетелем Всех Тех Страданий Которые Приходилось Испытывать Одному Из его Друзей Вследствие Сужения Пищевода Настолько Перечувствовал Впечатление Этого Рода Что По истечении Некоторого Времени Сам Начал испытывать Подобно Своему Другу Стеснение При глотании В конце Концов Он умер От спазматического Сужения Пищевода Только потому Что ему Пришлось Думать О страдании Другого Доктор Дуранд Сообщает Опыт Произведенный Над Одной Группой Больных В госпитале Который Доказывает Что Желудок Может Выбросить Своё Содержимое Под влиянием Чисто Психического Момента Этим Больным Назначали Безразличное Вещество Из Сахарной Воды Затем Обнаружили Большое Беспокойство Большое Большое Большое